сегодня рассмотрим распакуем вот такую сумку это сами знаете откуда да 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 это именно оттуда полная сумка каких-то ништяков плюс коробка если останется место видео посмотрим еще так и первые у нас это наушники бит соло китайские со съемным аукс кабелем аукс кабель неисправен у него пропадает один контакт наушники рабочем состоянии звук средней паршивости их даже несмотря на то что эта подделка можно использовать далее внезапно вот это надо отключить этого тут не было смотрите это бит соло и по ходу дела это оригинал они такие матово софта чего из обоих сторон и как вы успели заметить на одном наушнике сломан крепеж давайте посмотрим на этот крепеж вот такой крепеж ой а наушники эти не совсем рабочие вот этот динамик работает отлично этот динамик не издает низких частот то есть эти наушники сломаны вдвойне скорее всего оригинал но то в каком они состоянии это очень плохо так ребят я кое-что забыл один вот так то лучше итак следующее у нас как неудивительно тоже наушники так один момент наушники вот такие это у нас уже philips philips очень похожие на sony а так они выглядят традиционный philips ский корпус погремушка такой звонки этих наушников неисправен штекер то есть он вываливается отсюда следующие наушники это sony вот такие на один момент так сначала sony вот такие вот точнее sony ericsson вот такие вот наушники которые вставляются в переходник совмещенные с микрофоном и кнопкой для телефонов sony ericsson то есть это вот такие вот уши это вот левое ухо вот это правое это комплектная гарнитура от sony ericsson в 200 и w200 как хотите волкман скорее всего от оранжевого аппарата я слушал такие наушники вживую потрясающими они мне казались сейчас послушал не действительно даже для таких вот капелек вкладыши хороши но к сожалению у этих наушников почему-то один канал тоже не басит это очень печально потому что я очень хотел найти такие наушники когда у меня сломались те которые у меня были и те которыми я были это были не мои одноклассник них подогнал и вот такие вот наушники sony выглядит потрясно но корпус тоже такой весь звонкий хлипкий это по моему за x310 у меня есть такие же в красном цвете у этих наушников а вот ремонтировался провод провод кстати очень дубовый видимо старые уже наушники они ходят до сих пор и продаются но вот этот экземпляр старый и провод этот и сейчас дубовая на морозе он просто становится каменным эти наушники полностью исправном состоянии звук такой хороший выше среднего дальше у нас вот такие вот наушники хуга довольно таки стрёмненькие вот лично мне не напоминают тдс и я просто напоминают какие-то пожилые древние раритетные наушники я такие не любитель они рабочие они без микрофона нас регулятором новости то есть это уши для компьютера звук тоже такой средний больше среднего тихо можно использовать дальше у нас идут эпичные интересные наушники вот так это не выглядит так один момент я вытянув провод знаете чувство мое прикольное вот пакетики отдельно лежали резинки не использованные а все были перепутаны между собой как он предусмотрел то есть я сейчас для видоса все вот это вот скрепила резинками чтобы провода не путались и вполне с легкостью их вытаскиваю это это было в одной сумке вот такие вот наушники оля геймерские разнать в чем их особенность вот это их максимальный размер как будто они сделаны на пиздюков вот это вот их минимальный размер от регулировка по высоте вот настолько и самое странное что они вот лежат вроде бы ровные а когда их надеваешь на голову лично на меня они очень плохо держатся то есть вот вот это место все время не прибегает к ушам вот так вот смотри в идеальном состоянии полностью рабочие но почему-то моей к башке они не прилегают так чтобы было приятно носить следующие наушники даже еще и гарнитура это вот такие вот оклик тоже такие весьма симпатичненькие может быть кому-то покажутся эти на этот раз удобно удобно сидят на башке провод заходит с одной стороны во второй канал проходит через дужку есть микрофон есть регулятор громкости в таких гарнитуры наушников вечная проблема у них регулятор громкости нуждается в чистке просто его пшикнуть выдох или чем-нибудь таким спирт или спиртом или калошей и он начинает работать как новенький очень часто эти регуляторы окисляются и постоянно не контачат вот у половины наушников что-то подобное потихонечку проявляется далее у нас очень неожиданная вещь вот такая вот штука смотрите это гарнитура samsung сейчас я хочу найти ее модель это bluetooth гарнитура samsung модель вот такая вот модель гарнитура в идеальном состоянии вот провода вот сами наушники то есть вот эта штука лежит на шее а вот это в ушах это короче отец samsung бацов и вот этих вот airpods of airpods беспроводных то есть здесь аккумулятор больше здесь есть провода но это bluetooth гарнитура и самое печальное она не работает она просто не включается и я уже открывал у нее по ходу надуты обе аккумуляторной батареи тут две банки и обе вздуты причем на одно и напряжение еще в норме держится а на 2 она сильно занижена даже на зарядке она не включается есть вот такой вот usb хавик раз два три 4 внутри ничего нету это просто какое-то зеркало я подключал вам вроде не светится не знаю должен ли наушники еще есть такие вот интересные наушнички так тут еще к ним припутался аукс кабель это мое так наушники вот такие вот спиверинг медуза nx медуза писал ее hard потертые уже кожзам тут наверное был да тут был кожзам они очень удобные они тяжелые я уже смотрел есть подобные наушники с 5171 звуком с большим количеством джеков либо с юсб ником а здесь у нас просто микрофон и джек это обычные 2.0 наушники у них обрыв общего земляного провода где-то то есть звук такой вот как нет голоса и нет стерео эффекта так сейчас еще поищу еще тут кое-что было следующая штучка это вот такие вот наушники все узнаете ну же угадайте это 180 или 201 провод в порядке более того они хоть вот так вот и потрепаны у них тоже был кожзам знаю по своим новые которые покупались эти потрепались уже но не сгнили хотя у сенхов вот эти вот амбишуры могут изгнить на самом деле они полностью рабочие здесь тоже это все отвалилось и это hd 201 а у меня были 180 и такое чувство что у них есть все-таки небольшое отличие по корпусу такое чувство что эти чуть чуть тоньше и возможно мне показалось но может быть эти чуть чуть погромче а у 180 чуйка очень маленькая они тихие даже от компьютера ноутбука не очень мощного музыкального центра у которого точнее не очень хороший выход на наушники в плане запасы громкости такие наушники работают не очень звук у них хороший но чувствительность у них плохая скажем честно так идем дальше теперь буду доставать из коробки из коробочки вот этой вот сумки у нас чуть ли все пока что коробочка и так следующее у нас наушники затычки philips обычные наушники за 500 рублей в отличном состоянии но у меня они ничего не издали не помню то ли я их то ли я путаю с какими-то другими то ли они реально не рабочие возможно не рабочие филипса наушники ломаться любят свой на на штекере следующие наушники тоже белые отгадайте чьи наушники правильно apple но смотрите микрофона нет то есть это наушники причем вот такие это наушники чисто от айпода и к сожалению несмотря на то что они в нормальном состоянии хоть они чуть-чуть такие противные на ощупь они не работают оба у них явно где-то проблема но я думаю бесплатно такие наушники можно в нагрузку отдать вот этим ipod надо 2 я думаю в комплекте с ним либо шли такие же либо наушников вообще не шло и просто для красоты их можно отдать с айподом когда буду продавать ipod далее у нас есть еще у меня есть вот такой вот чехол битс открываем его и сюда я напихал уже наушников давайте чуть увеличу чтобы не доставать их так куда что здесь у нас вот такие вот наушники у них нет штекера а в остальном они в хорошем состоянии вернее это даже гарнитура а здесь у нас вот нету а здесь у нас наушники лежат целые и это у нас вот такие вот сенхайзеры это по с x 200 и если я не ошибаюсь или 180 честно не помню у меня с x 300 и они выглядят по-другому эта модель помоложе ой то есть подешевле послабее и чуть-чуть похуже по звуку и они действительно несмотря на то что мои 300 и убились в усмерть но они живые эти в отличном состоянии но они играют чуть-чуть похуже и пользоваться я ими наверное не буду может кому-нибудь их подгоню так с наушниками у нас вроде бы все приступаем дальше теперь можно показать к коробку от биц и открытие и посмотреть что в ней ухты да вы только посмотрите что здесь первое это вот такая вот штука акувилу здесь у нас тоненький разъем кругленький вот провод здесь намотан снизу это присоска динамик у нас снизу вниз направлен здесь у нас вот такие кнопки и здесь у нас вот такая вот интересная надпись имеются противопоказания необходимо проконсультироваться со специалистом так я сейчас сделал такое увеличение чтобы видеть а теперь я просто включаю и и во-первых она включается с таким звуком и думаю вы поняли что какие могут быть противопоказания и зачем консультироваться со специалистом по поводу использования мать вашу беспроводной блютуз колонки это беспроводная блютуз колонка о такую кстати говоря на свои размеры звучит она так себе но акувью вроде делают что-то для глаз причем тут блютуз колонка не знаю я не понял прекала она в идеальном состоянии кстати говоря дальше у нас идут однотипные колонки давайте их достанем 1 2 3 4 и и 5 давайте приступим 1 у нас вот такая вот все эти колонки с каким-то браком я честно говоря до конца еще все не проверил я помню что у какой-то из них не работает bluetooth то есть при включении в режим bluetooth а она не издает никаких звуков она издает фон динамика но она не разговаривает ничего не делают давайте попробуем первую рандомную включить не включается и скорее всего по моему вот на вот этой колонке неисправен аккумулятор на какой-то неисправен был аккумулятор а еще с какими-то я не помню что здесь у нас лежит вот такая же вот эти вот жопки резиновые они есть на всех кроме одной здесь давайте посмотрим это вообще вот такая вот у нее жопка вообще отличается вот она есть что с ней не помню я сразу убираю и стоит обратить внимание на вот этот экземпляр она в своей коробке это все как меня серега говорил был выкинуть с магаза вот у нас есть такая колонка к ней жопы вот этой резиновой нету вернее нет от кого-то я не знаю какая от такой но вот у нас есть одинаковые получается на эту я налеплю и на какую-то ее не будет то есть а в этой в коробке не было ничего она не помятая и она даже включается и более того она работает и работает в общем то и от аккумулятора и от зарядки если что я не проверял работает ли она на флешку но у этой колонки я обратил внимание особенности возможно сейчас услышали она фонит у нее есть противный вот этот блютузный фон он не очень сильный но он есть но звучат эти колонки скажем так сразу за 500 рублей может быть она и нормально но я в такой пользоваться не стал за 500 рублей это имеется ввиду если она новая далее вот такая вот колоночка по конструкции то же самое что те только defender она в таком вот прорезиненном ободке резиновом даже скорее у нее тоже есть вот такая вот жопа конструктивно это такая же колонка у нее тоже есть блю пуп сейчас я включаю так она включается и она не фонит она звучит на уровне jbl go даже чуть-чуть получше мне понравилось честно говоря я удивлен но вот этот китайская поделка кубик мне понравилось она в общем-то реально на свой размер играет хорошо но у нее есть такая особенность играет она хорошо если и вот так вот поставить например на деревянную поверхность на стол или еще на что-нибудь или на пол весь вся вибрация идет стол и звук получается хороший даже басовитый а вот так вот руках она играет не очень по запасу громкости она норм но этой колонке не держит аккумулятор емкость не держит смысле выключаешь от зарядки начинаешь пользоваться она поработает 20 минут и все если особенно наваливать или на холоде так еще не все далее у нас сейчас есть вот такая вот вещь сначала не я не маман не поняли чё это такое чё за шар то ли он светится должен то ли чё а здесь у нас есть переменный резистор громкости выключатель питание батарейный отсек вот как-то он там открывается там ставится по мизинчиковые три батарейки и такой вот провод обратите внимание провод это на старый samsung как я понимаю и короче мы дебилы а это вот что 1 2 это такие вот колонки оказывается вот еще вот так вот ставится до колонки причем весьма поганого посредственного качества дешевый плат хоть это и старая как я понимаю вещь дешевый пластик динамики какие-то кривые все вот на ощупь то есть я провожу и там чувствуются неровности ну как они работают пока загадка такая вот изделия еще есть так дальше есть одна очень любопытная колонка тогда вот такая вот bulls sound link mini здесь у нас джек и зарядка есть мини второй версии там micro usb на первой версии как я понимаю вот это вот как на роутерах разъем и она уже подразобрана мною вот у нас динамики а с обратной стороны 1 пассивник 2 пассивник и плата с гнездами вроде все припаяно снизу у нас такая резинка которая с двух сторон отклеена чтобы можно было открутить винты открутив винты я обнаружил что под этой резинкой нету ни хрена целого ни хрена так вот эти вот штукенции есть вот это вот например панелька есть здесь у нас дело так что якобы пассивник тут а на самом деле пассивники сзади вот задняя а вот эта передняя панель бус а то задняя а здесь получается что так что так все есть и прикол в том что такая колонка стоила десятку новая но по вот этой наклейки и учитывая тот факт что она была выброшена вместе с теми бракованными я думаю не трудно было бы догадаться что это поддельная боус и меня это когда я это полностью подтвердил хотя мне казалось что на рик потому что такая увесистая такая приятная тут кнопки сделала так вот даже что громкости выступает остальные утоплены и все как у оригинала оказывается оригиналу тут пассивник должен быть я вообще по вот этому вот окну до пластмассы думал что тут пассивник но пассивники оказываются сзади а в оригинале сзади по моим ничего быть не должно это меня расстроило что это не а рик плюс она еще и не работает мне захотелось боус оригинальную хотя бы услышать причем эта колонка не включается вроде как была проблема с какой-то кнопкой но сейчас она просто вообще не включается дальше у нас еще есть вот такая вот шняга вот динамик вот динамик и сюда просто кладется телефон здесь нет никакого разъема она разобрана так вот и вот тут все отключается а ком где-то внутри у нее вырван мини usb разъем причем если посмотреть на плату то тут уже что-то делалось и скорее всего она уже это плата восстановление не подлежит то что тут очень очень так топорно делалось скорее всего она все только если черты из нее попытаться сделать полу самодельная выхода на динамике то вот они есть их можно включить по сути послушать как они работают такая вот еще так все нет дальше вот такой вот чехольчик в котором было бы у справа чехол от jbl скорее всего тоже нет не оригинальный и в этот чехол были напиханы здесь же были чехол на айтем стекло на альфу вылокси стекло на и 6 у меня есть 6 отлично еще что-то кстати не смотрел пленка на что-то и много вот таких вот что много таких вот чего-то так здесь еще спири за 5 компакт глаз то ли пленка то ли стекло не и вот таких вот много всяких непонятных штук значу это я даже не смотрелось честно здесь все дальше вот такие вот и избе колонки диалог мдф на бумажные вот одна а вторая их тоже скрутил у них нету провода с джеком я вообще поначалу подумал что а может они по юсби получают и питание и звук но что-то мне кажется диалог на такое вряд ли способен и при включении в зарядное устройство нету индикации колонки молчат не включаются такая вот сумочка а в ней лежат две вот таких вот колоночки очень паршивого звучания здесь полу динамики вообще как компьютерных спикеров они новые но паршивые не знаю сумка от них не от них и они с джеком и это пассивные колонки на джек и вы удивитесь что у меня есть для них применение у меня есть активный сабвуфер у которого выход на акустику выполнен с помощью джека на нем установлена микросхема какая-то вот которая выдает 2 по 3 ватта или два по полтора и вот они как раз будут отлично думаю сочетаться с тем буфер следующие вот такой вот кабель с одной стороны ком а с другой по моему rg45 сумки у нас все но показываю я вам еще вот одну штуку которая была в сумке так во первых тут еще какая-то заглушка чего-то не знаю чего пока пусть там лежит и вот такие вот bluetooth bluetooth usb колонки пластик но такие симпатичные вот так вот выполнены они похожи на колонки с униерексом такой вот формой не будем медлить они включаются обе колонки издает фон усилителя но играет именно от разъема только одна колонка не помню какая по моему вот это пассивная играет активная не играет скорее всего проблем с проводом так сумки у нас все у нас еще остались ништяки сейчас я их принесу это тоже связано с акустикой сейчас у нас идут вот такие вот колонки джинниус слышал я такие колонки самые обычные просто для того чтобы был звук на рабочем месте например таких колонок две пары они в нормальном состоянии это вот первые а вот это вот точно такие же вторые так модель эти колонки обе пары полностью рабочем состоянии даже провода не перебитые следующее это снова колонки вот такие вот юсбишные колонки здесь уже динамики ровненькие тоже такие китайские слабенькие дешевенькие они в идеальном состоянии туда же фаза инверторы аля фаза инверторы есть они юсбишные вот у них регулировка громкости и видимо здесь и встроен усилок ничего на них не написано кто это вообще не указано только то что это defender рабочие можно продать дальше у нас идут так это уже надо снимать телефон вот такие вот в колонке дженниус это отключаемая даже сетевые с джеком здесь вот на одной сверху я видел было вот побелка или чё или замазка что тут кто-то постарался можно снять гриль и посмотреть на динамик такой динамик здесь его кто-то помял на удивление по сравнению с вот вот теми вот колонками эти даже не так не такой уж и отстойный звук издают и даже можно в общем-то использовать мясом прихотливым людям дома более того еще как бы это бы не было странно вот эти колонки можно использовать дома если я считаю что это чисто для работы чтобы был звук этими можно чуть чуть больше пользоваться они звучат чуть-чуть лучше но у них проблема у них надо про чистить регулятор громкости он жестко отходит либо пропаять и прочистить провода целый а вот громкость очень сильно шалит и на сегодняшний на на этом видео наверное будет последняя акустика это вот такой вот комплект 21 вот своем самое примечательное это полностью электронное управление и громкости стендбая и колонки имеют вот такую вот интересную форму можно вот так вот крутить провода у этих колонок тоже отключаются и самое интересное что они а-ля двухполосные тут два разных динамика тут динамик тут динамик а тут его нет полный комплект и аукс и сетевой целые рабочие но звук поганенький и это было не последнее я ошибся сейчас будет последняя на сегодня из колонок и самое вкусное на финал очку вот такие вот колонки тдк можете обратить внимание 1 2 3 здесь у нас кнопки 123 input они снимаются и вместе с ними вот этот вот буфер который является мозгами и всем остальным вот в таком вот состоянии видимо он рассчитан на то что стоять под ногами и делать вот так вот вот так он и протерся вот динамик довольно таки небольшой сантиметров 10 наверное 12 и фазоинвертор здесь логотип тдк и и вот они все input и и выходы и управление системка это рабочая за одним лишь но вот за таким но и вот таким все разъемы надо пропаять все шатаются она от этого даже защиту уходит иногда колонки работают все работает звук стать хороший это самое лучшее из представленных колонок на видео что звучит только надо ведомые получше привести и я видал такую продавали за тысячи две пятьсот когда-то на авито и самое вкусное в этой части как по мне это вот такая вот штука это опять bluetooth гарнитура но почему она в конце потому что во первых это не какой-то новым китай а между прочим это мать вашу я даже не ожидал это моторола она даже когда здоровается при включении говорит что это моторола и там модель такая еще интересная вот кнопка включения тут у нас заглушка разъем micro usb видимо здесь мозги здесь аккумулятор по классике в одном ухе мозги в другом аккумулятор она полностью рабочая она держит зарядку у нее одинаково играют оба ухо они не засраны и я не знаю сколько она стоит но это потрясающая вещь я в ней уже два дня хожу и мне устраивает все кроме того что она вот эти вот своим вот этой своей штукой жмет щеки а зимой в шапке в куртке в капюшоне это неудобно но летом в тепле это просто потрясающая штука и оставлю себе продавать не будут наверное хотя у меня есть bluetooth наушники джебель т-450 и но вот это прям такая необычная штука а я находил подобную фигуре на такого форм-фактора только это было fm-радио и mp3 player то есть вот сюда и в макушку вставляешь флешку у нее там кнопки там она управляется bluetooth там и не пахнет и хорошим звуком там тоже не пахнет а вот это хорошая вещь вот вот за вот это прям мега респект это вот один из немногих таких выпусков которые такой объемный здесь есть и хорошие и не очень и это стоило того это очень стоило того одни вот эти колонки вот эти вот компьютер на если продавать по 250 рублей уже будет хорошо а он в этим заниматься не стал тем кто спросит почему это все не продал зачем это все потому что он это были бы выкинул либо еще кому-нибудь подогнал потому что со всем этим он не хочет возиться он хотел избавиться от своего хлама и как видите теперь хлам у меня а я буду этим заниматься у меня есть время пока что и почему бы нет последнее время у меня складывается такая ситуация когда ты хочешь продать что-то одно но дорогое хрен с 2 это покупают а когда ты продаешь много и всякого барахла по типу вот таких колонок например выложить три пары их забирают забирают дешевая фиговая и больших количествах а хорошее одно и дорогое не берут парадокс на этом я с вами не прощаюсь ждите следующих частей